Азербайджанская республика Гаджиев отметил, что несмотря на то, что Азербайджан выдвигал эту инициативу с 18 октября, армянская сторона не дала на нее ответа. Сегодня этот процесс состоялся. 30 тел армянских военнослужащих и один из пожилых армян были переданы армянской стороне. На тауско-казахском направлении армяно-азербайджанской границы был создан гуманитарный коридор, состоялась передача тела и пожилого человека. Мы высоко ценим поддержку министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в этом процессе, выражая признательность и Международному комитету Красного Креста, офису личного представителя, действующего представителя ОБСЕ. Это еще раз доказывает приверженность Азербайджанской Республики гуманитарным ценностям, Международному гуманитарному праву Женевской Конвенции. Эта операция была проведена посредством гуманитарного коридора, созданного между двумя странами, сказал помощник президента Азербайджанской Республики. Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна перенесена на 30 октября. Как передает канал 13 со ссылкой на дипломатический источник, встреча главми двух стран в Женеве совместно с минской группой ОБСЕ, которая должна была состояться в четверг, перенесена на пятницу. Причина переноса не называется. Уничтожены вражеские силы, подвергшие обстрелу мирное население в городе Барда. Об этом передает канал 13 со ссылкой на Минобороны Азербайджана. Также отмечается, что 29 октября около 13.18 и 13.20 два штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении, предпринявшие попытку нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии в губатлинском направлении фронта, были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана. Освобожденные от оккупации территории Азербайджана принесут миллиарды долларов США экономике страны. Как передает канал 13, об этом сказал директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Гусал Гасемле. Он отметил, что на оккупированных территориях 155 наименований рудных запасов, 6 золоторудных месторождений, многочисленные запасы полиметаллов, запасы минеральных вод и другие. Директор Центра подчеркнул, что по предварительным подсчетам запасы золота на оккупированных территориях составляют более 132 тонн, и по сегодняшним ценам их стоимость составляет 8 миллиардов долларов США. Кроме того, другие рудные запасы будут развивать металлургию и горно-рудную промышленность страны, что принесет миллиарды долларов дохода, будет положительное влияние и на аграрную сферу. Будут использованы 240 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 140 тысяч гектаров земель, которые не могут использоваться в связи с тем, что располагаются рядом с оккупированными территориями. Откроются большие возможности для развития туристического сектора, в том числе развития креативной индустрии, начиная от музыки до коврокачества. Кабинет министров Азербайджанской республики принял решение в связи с продлением карантинного режима. Как передает канал 13, срок действия особого карантинного режима в Азербайджане, который истекал 2 ноября, продлен до 1 декабря. Такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса на территории республики. Также сообщается, что из-за ухудшения эпидемической обстановки в городе Ленкарань, а также в Джалилабадском и Масалинском районах, с 00.00.29. будет закрыт въезд и выезд в эти населенные пункты, за исключением транспортных средств, оперативного и специального назначения, а также грузовых автомобилей. В Баку и еще в 7 городах и 13 районах страны по выходным будет прекращено движение общественного транспорта. В Азербайджане на сегодня выявлено еще 1015 случаев заражения коронавирусом, 483 человека вылечились, 9 человек скончались. Я уверен, что Азербайджан отомстит за атаку на Бордо. Как передает канал 13, об этом говорится в заявлении представителя религиозного лидера Ирана Сеида Гасана Амели в связи с ракетным обстрелом азербайджанского города Бордо. Амели подчеркнул, что коварные оккупанты подвергли ракетному обстрелу города Бордо, в результате чего 21 человек был убит, свыше 70 получили ранения. Кадры этих преступлений вызывают возмущение у каждого, кто имеет совесть. К сожалению, международные круги по-своему оценивают жизнь людей и не придают значения жизни мусульман. Исходя из религиозного и человеческого долга, я осуждаю это преступление, выражаю соболезнования народа Азербайджана, в частности, семьям людей, ставших жертвами беспощадного ракетного обстрела, добавил Сеид Гасан Амели. 29 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой республики Реджепу Таипу Эрдогану. Глава государства передал Реджеп Таипу Эрдогану и турецкому народу поздравление по случаю Дня республики, выразил пожелания прогресса и счастья. Еще раз высоко оценив постоянную политическую поддержку президентам Турции нашей страны в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что дружественные и братские народы Азербайджана и Турции и впредь будут рядом с друг другом. Поблагодарив главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление, президент Реджеп Таип Эрдоган передал братскому народу Азербайджана приветствие и наилучшее пожелание, подчеркнув, что наши дружественные и братские народы всегда будут рядом друг с другом. В ходе телефонного разговора были обсуждены двухсторонние отношения и региональные вопросы. Слемянник народного артиста Азербайджана Масума Ибрагимова погиб в боях за освобождение Лачин. Как передает канал 13, об этом сообщил сам Масум Ибрагимов. По его словам, сын его брата Дульфугара Ибрагимова участвовал в боях за освобождение четырех оккупированных районов Азербайджана. Он служил в войсках особого назначения. Накануне он пал смертью храбрых в боях за освобождение Лачина. Сегодня мы его похоронили в родном Агдаме. Все пришли провожать его последний путь. «Шихиды не умирают. Память о них вечно живет в наших сердцах. Их кровь будет отомщена, и она не останется неотомщенной», — сказал Масум Ибрагимов. Со дня начала боевых действий в Карабахе власти Армении часто утверждают о том, что якобы вооруженные силы Азербайджана подвергают обстрелу мирное население Шуше и Ханкинды. Но российский журналист пролил свет на происходящее. На видео, заснятом на днях в Шуше, видно, что почти нет никаких разрушений в городе. Собеседник российского журналиста «Армянский военнослужащий» также опроверг информацию об обстреле Шуше. «Я обещал выпустить видео из города Шуше. Как мы с вами видим, вот этот город, это знаменитая крепость древняя. И, как видим, по нам никто не стреляет. Меня зовут Сангар. Я сам нахожусь в центре Шуше. То есть, если... Здоров. Понятно. А как вообще обстановка? В городе бомбят? Вроде нет. Так что, если вы пристально следите за карабахским конфликтом, доверяйте официальным сводам и не верьте тоннам фейков, которые в последнее время просто захлестнули интернет. Субтитры создавал DimaTorzok